В 2018 году Витебская область обеспечила производство валовой сельхозпродукции на уровне чуть более 100%. Девять районов не достигли темпов роста уровня 2017 года. Выросло у них и количество убыточных сельхозпредприятий. В прошлом году область недобрала урожай зерновых. На то были объективные причины. Для получения урожая 2019 года сделан серьёзный задел. Сделан хороший задел, если плавно переходить уже на 2019 год, по подъёму зяби практически 300 тысяч. То есть весной можно будет сразу нам заниматься, приступать к севу яровых культур. И второе, то что сделан хороший задел в плане посева озимых зерновых. Те, которые как в 2018 году дали основной вал зерна. Вот 230 на тысячу у нас сегодня посеяно. А всего мы где-то планируем в 2019 под уборку площадя достичь на уровне 425 тысяч. То есть для того, чтобы реально можно было взять планку в миллион и выше тонн зерна. Сегодня главная задача – как следует подготовиться к посевной кампании. Для этого уже сейчас нужно мобилизовать все силы и ресурсы. До 1 марта хозяйствам необходимо обеспечить готовность техники на уровне 95%. Ставка делается на высокопроизводительную и энергонасыщенную. Многие хозяйства остро испытывают недостаток собственных средств на проведение ремонтных работ. «Помощь нужна именно тем хозяйствам, которые сегодня являются неплатежеспособными. Им сложно ремонтировать технику за свободные деньги. Поэтому находим варианты в порядке зачёта, натуральная оплата и так далее, в долг, в том числе для того, чтобы в первую очередь поставить на ход энергонасыщенные тракторы и весь шлейф машин, который будет задействован на весенней полевых работах». Не менее острая проблема – дефицит механизированных кадров. Решено задействовать опыт прошлого года. К проведению СЕВА планируется привлечь не менее 800 человек, в том числе студентов учебных заведений. Всё это позволит завершить весенние полевые работы в агротехнические сроки за 10 дней. А это будет способствовать созданию хорошей кормовой базы. Кстати, в прошлом году область заготовила под полную потребность качественных кормов. Однако надуями пока аграрии похвастаться не могут. Пока выйти на уровень 2017 года не удается. В шести районах средний удой на корову и вовсе не превысил 3000 килограммов. Зачем хранить такие хозяйства, которые не могут себя содержать? Низкие производственные показатели – отсюда низкие зарплаты. Надо выбирать другой. Есть земля, основа. На земле есть производство. Землю нужно обрабатывать, получать продукцию земли, продукцию семеводства, животноводства, получать продукты питания. Кто этим должен заниматься? Терпим, пожалуйста, я сказал, но это вторично. Мы должны возродить, не возродить, а воссоздать товарное, ёмкое производство. И забрать под это производство всю землю, которая в развитии в области. Необходимо делать ставку на высокотехнологичные комплексы, увеличивать поголовье высокопроизводительного стада. Только тогда можно будет обеспечить высокую эффективность сельхозпроизводства. Та работа, которая сегодня развернута и ведётся на примере Аршанского района. Там, где заложено четыре совершенно новых молочно-товарных фермы, естественно, они дадут через два года после реализации, ввода и заполнения свои, скажем так, эффект положительный по агропромышленному комплексу Витебской области. В этом году планируется возвести 13 таких объектов. Особое внимание тем, степень готовности которых превышает 50%. Это позволит в 2019 году обеспечить темп роста валовой продукции на уровне 111%. Рентабельность продаж увеличить на 20%, а средняя зарплата должна составить не менее 800 рублей. Такие задачи поставлены перед аграрной отраслью Витебщины.